Поехали! Витаю всех на своем канале Футбол Витсаныча. Сегодня поведу речь про футболиста, который после своего перехода в зарубежный клуб имел большую популярность, нежели за годы выступлений дома. Речь про Николая Кудрицкого. Болельщики Днепра за небольшой ростер, метр шестьдесят шесть сантиметров, ласково звали его просто Коля. Но несмотря на свой далеко не кренадерский вид, Кудрицкий обладал мощнейшим ударом. Николай исправно забивал соперникам Днепра. За семь сезонов 29 мячей в чемпионате СССР, плюс четыре в Кубке страны, плюс два в Кубке Европейских чемпионов, плюс восемь в Кубке Федерации Футбола СССР. Всего сорок три. В 1990 году Кудрицкий был вызван старшим тренером сборной страны Анатолием Бышевцем на товарищеский матч против Израиля, который состоялся 9 октября в Московских Лужниках. Днепровский форвард сменил на 57-й минуте Ивана Гицко из Одесского Черноморца. И за 10 минут до финального свистка Филиграна навесил прямо на голову киевлянину Сергею Юрану. Три-ноль. Пишут, что этот поединок не попал в официальный реестр советской команды потому, что выступала она по названиям сборная клубов из-за экспериментального сустава без легионеров. Но я думаю причина в другом. Не было на то время между СССР и Израилем дипломатических отношений. Восстановились они 18 октября 1991 года. И почти сразу же, 10 ноября, Кудрицкий отправился на землю обетованную в качестве легионера. К тому времени там уже играло советских игроков немало. Так в Бней-Ягуде одноклубником бывшего нападающего Днепра стал Андрей Баль, который помог Кудрицкому быстро адаптироваться в Израиле. Уже в первом своем матче на Кубок Тото Николай поражает ворота Маккаби Нетания. И понеслась, гульня по кочкам. То сам Кудрицкий забивал, то сего подать звездные партнеры сборной Израиля Алон Мизрахи и Хаим Ревиво. Фанаты Бней-Ягуды ласково прозвали стремительного форварда Нико и буквально боготворили своего кумира. Даже когда мы проигрывали, мы поднимали его на плечи после игры. Он единственный из всех футболистов, который плакал, когда команда проигрывала, говорили они. И еще больше проникались в любовь к игроку, который плюс ко всему быстро выучил игрит. Что только еще больше принесло бонусов и популярности. Полицейские останавливали авто Николая только для того, чтобы взять у него автограф. Забегаловки вокруг стадиона обнения Гуды не брали из него денег. И вообще считали за счастье, что их посещает такая популярнейшая личность. Кудрицкого считали едва ли не лучшим легионером Израиля. Шутка ли, за неполных три сезона Нико забил в 105 официальных матчах 63 мяча и сделал 19 голевых передач. В сезоне 1991-92 в ней Ягуда финишировала в чемпионате Израиля второй вслед за Маккаби Тель-Авив. Следующим третий пропустил вперед все тот же Маккаби. Но как раз тогда Кудрицкий провел свой самый легендарный матч против будущего чемпиона Бейтара Иерусалим в 26-м туре. Экордное количество зрителей для израильских чемпионатов, 40 тысяч, на стадионе национальной сборной в Роматгане стали свидетелями бенефиса Нико. Кудрицкий, который отличился хит-триком. Сначала Кудрицкий первым сыграл на добивании, после того, как голкипер Бейтара отбил удар Мизрахи перед собой. 1-0. 73-я минута. Ревиво делает стремительный проход по левому флангу с подачей в центр. Где Мизрахи ножницами забросил мяч штрафную соперников на голову Нико. 2-1. Вот вы видели этот момент перед собой. Бейтар бросился отыгрываться, но на последней минуте. Кудрицкий. Элегантно. Перебросил мяч через вратаря и установил окончательный счет. 3-1. После сезона 1992-93 Андрей Баль завязал с большим футболом и перешел в тренеры. Но Кудрицкий в клубе не остался одинок. В атаке составил ему пару украинец Сергей Герасимец, выступавший за сборную Беларуси. А место в воротах занял Виктор Чанов, которого отдали в аренду боссы Макаби Хайфа. Правда, покинули Бнейдегуду Мизрахи и Ревиво, плюс еще один игрок сборной Израиля Давид Амсалем. С уходом Баля существенные потери. К тому же в межсезонье в израильском футболе шумел скандал о подкупе, где утверждалось, что Кудрицкий передавал деньги своему бывшему одноклубнику Поднепру, голкиперу Первой Лиги Хапоэль Хадера Сергею Краковскому. Что-то типа взятки. Но к началу чемпионата 1993-1994 с Нико были сняты все подозрения. И он на пару с Герасимцом составил грозный атакующий дуэт. Хотя ни их голы, ни бомбардирские рекорды Нико, 20 голов в 29 матчах, ни отличная игра Чанова на воротах не спасали Бнейдегуду от сползания в середину турнирной таблицы. На фотоколлаже Николай Кудрицкий и Андрей Баль. Дальше Виктор Чанов в Израиле здоровается со своим коллегой. И украшает мяч Сергея Герасимец, который играл во второй половине 1990-х в России. Но возвращаюсь к Нико. А потом произошла трагедия. Кудрицкий, как и все украинские легионеры чемпионата Израиля, приехали в Хайфу на товарищеский матч сборной страны, где они выступали и своей ритмой Батьковщиной Украины, который состоялся 15 марта 1994 года и завершился 1-0 в пользу Израиля. После игры состоялся банкет. Бывший одноклубник по Днепру Вадим Тищенко, выступавший за местные Макаби, предложил Кудрицкому заночевать у него. Но Нико рванул на личном авто к семье и не справился с управлением машины. Смерть Нико шокировала весь Израиль. Его семье тут же было предоставлено израильское гражданство. Панихида по Кудрицкому прошла на стадионе Бнеги Гуды под рыдание тысяч фанатов. Одна из трибун была названа именем кумира. Через 4 дня после трагедии, перед календарным матчем с Макаби Нетания, Виктор Чанов сказал партнерам по команде на Еврите, «Сегодня мы не Бнеги Гуда, сегодня мы все Нико». Нико победил 4-2, только на лицах фанатов были слезы. Слезы прощания со своим кумиром. На фотоколлаже видно, как грустят об из временной потере бывшие одноклубники Кудрицкого, Виктор Чанов и Андрей Баль, которых, увы, тоже уже нет на этом белом свете. Причем почитание перед талантом Николая Кудрицкого в Израиле до сих пор так велико, Что в прошлом сезоне, в 25-летие трагической гибели своего форварда, Официальный представитель Бней Ягуды вручил жене Николая именную футболку под номером 9, Что тоже есть на фотоколлаже. Николай как раз тот случай, когда игрок добился за рубежом еще большей популярности, нежели дома. Даже не так. Да, в Союзе футбольные болельщики знали, что есть не пред такой острый форвард Кудрицкий. Но знаменитостью, по большому счету, он не был. Звездой же Нико стал в Израиле, где его чтут и поныне. Кстати, к тренерам сборной Украины неоднократно возникали вопросы, Почему они не вызывают такого классного форварда? На что вразумительных ответов не было. Увы, время такое шло, невнятное, о котором всем еще поведаю. Надеюсь, вам понравился материал про Николая Кудрицкого, который помогал делать Влад. Все видео чемпионата Израиля и некоторые фото предоставлены Владом, За что ему величезно дякую. Думаю, не только от меня, но и от всех подписчиков канала Футбол Витсаныча. Я не прощаюсь, говорю до побачення. Всегда ваш Саныч.